всем добрый день спасибо большое за предоставленные возможности я сегодня хотела рассказать о своем исследовании которое я проводила в рамках школы истории исследовательской площадки и земли мое исследование называется память об исторической родине я попыталась в рамках своего исследования рассмотреть как после обретения кыргызстана независимости для многих этнических кыргызов которые проживали испокон веков за пределами современной территории кыргызстана появляется такой идеологический конструкт который сформировали нашу наша власть как историческая родина и своем исследовании самом начале я хотела рассмотреть вам виден мой экран сам начале своем исследовании я рассмотрела вопрос которым занималась с 2020 года в 2020 году общественный фонд и сур и общественный фонд у с даткалар который работает вот в чумалае предложили мне поработать над концепцией создания этнографического музея в селе сар-мугол и феврале 2020 года я поехала в сар-мугол и это была моя первая поездка в чумалай и что удивить что удивило меня что село сар-мугол только 2002 году было присоединено обратно территории суверенного кыргызстана и до 2002 года очень долгий период времени находился в распоряжении таджикской республики все дело в том что советское время где-то сороковых годов эти земли земли вот около больше пятидесяти семи гектаров земель чумалая были переданы таджикистану для пользования как пастбища и с конца 50-х годов стихийно кыргызы которые проживали мургу мургави начинают переселяться в эти земли не только для проведения каких-то хозяйственных работ разведений животноводства колхозных стат ну и начинает стихийно строить свои первые дома и таким вот образом вот с конца 50-х годов сар-мугол на высоте 3200 метров стихийно образуется село и в последующем около 528 домов появляется вот таким вот образом это в основном кыргызы которые переселялись из мургава и начинают обживать эти территории и появляется такое село сар-мугол которое вот в истории кыргызстана начинает свою упоминаться как только с 2004 года после того как эти земли были обратно возвращены на территорию кыргызстана это такой вот архивная такая вот архивная фотография которую мы использовали в экспозиции мудия это в 90-е годы первые да и не было еще территории кыргызстана и не обрели суверенитета но вот кыргызы высокогорье праздновали наурус и здесь вот фотографии очень плохого качества но можно проследить как вот женщины сар-мугола наряжаются вот традиционный русский наряд и головные уборы характерные для ичкеликов этого макагория это коляк само вот село сар-мугол оно расположено вот очень близко к границе села сар-мугол открывается очень удивительный вид на пик ленина и виду этого сегодня это очень такой популярной среди туристов село куда приезжают туристы чтобы полебоваться панорамы пика ленина совершить какие-то треки пешие маршруты и вот именно в этом селе очень старым доме постройки 60-х годов мы попробовали создать воссоздать вот такой вот интерьер старый дом припамирского типа это когда все хозяйство располагается под одной крышей небольших трех комнатах находится вот экспозиция музея самым вот первым как заходишь как заходишь мы представили вот такой вот интерьер это предметы первой необходимости которые мургавские кыргызы брали с собой на освоение новых территорий это интерьер то есть бытовые предметы которые могли им пригодиться для изготовления хлеба да вот это с правой стороны висят супа ра эль гектор или например центральная это вот пищик обязательно да это как продолжение рода это то что вот семьи молодые семьи они разрастались и у них появлялось потомство и вот предметы которые вот они брали с собой и вот таким вот образом это село сармугол становится вот таким которым мы сегодня видим сам дом хозяева это семья ташкуловых называют курджуны то есть наподобие курджуна вы знаете да это такой вот походная походная сумка которую вот кочевники брали с собой она имеет вот один вот и два крыла получается с правой стороны и с левой стороны сам дом был построен методом ашара а вот в самом селе сармугол деревья абсолютно не растут они все были привезены либо из других территорий чумала или каких-то вот низменных территорий как вот например ферганской долины это все вот привозное и методом ашара то есть традиционным методом здесь были построены построены вот такой вот дом когда мы говорим о этнических кыргызах мы конечно же подразумеваем всех кыргызов которые проживают да исконно это кыргызы китая кыргызы таджикистана узбекистана и которые проживают на территории турции вот очень своем исследовании я использую воспоминания кыргызов когда они услышали первые новости о том что кыргызстан обрел свою независимость очень многие оставили такие заметки что они плакали они радовались они были действительно воодушевлены они мы были на седьмом небе от радости вот у нас у нас появился дух который осчастливил нас тем что это тоже наша страна и у нас есть родственники вот такие вот сообщения стали приходить вот наших этнических кыргызов после того как они узнали о том что кыргызстан обрел независимость вот младший сын рахман кухана когда вот был на встрече со студентами аутса оказывается вспоминал мы афганские кыргызы радовались тому что кыргызстан стал независимым резали лошадей яков варили ели их много дней мы хотели повесить над юртами флаг кыргызстана но не знали какой символ у новой страны какого цвета информация не доходила до нас так жили под другим флагом писали письма первому президенту надея что нас приедут и заберут вот такими воспоминаниями они делились и на волне вот этой сентиментальности наши первые власти вот 90 начиная с 91 года задумываются над тем чтобы созвать да и собрать их на территории вот бишкека и вот 30 августа 92 года был созван первый кыргылтай кыргызов на которые приехали кыргызы из 20 стран по организации этого кыргылтая обошлась нашей стране 22 миллиона рублей то есть это очень большие на тот период деньги но к сожалению этот кыргылтай никаких вот полноценных результатов таких видимых результатов к сожалению не дал и вот второй круто и уже был созван через 11 лет 2003 году и некоторые исследователи его сегодня вот уже говорят что эти круто и были неким вот например он говорит что эти два круто и были просто тояшами когда кыргызы приехали резали лошадей да пили ели и никаких вот конкретных результатов решений к сожалению после круто и не было в целом если мы говорим об этнических кыргызов то со стороны правительства кыргызской республики вся эта деятельность формируется в рамках закон о государственных гарантиях этнических кыргызом этническим кыргызом и одними из первых именно государство начинает использовать этот конструкт как историческая родина в 2001 году указ президента выходит к кыргызской республики о такой программе как эрлман то есть каждый кыргыз который хотел бы вернуться да так называемую историческую родину у него был упрощенный вариант получения гражданства в нашей стране но вот я привожу тем что делится сулайман каипов к исследователь кыргызов по мира он подчеркивает что на самом деле для некоторых кыргызов есть моя родина абсолютно это не кыргызстан и каждый очень многие из них просто заинтересованы были тем что хотели посмотреть кыргызстан и было интересно например у него есть очень такой вот то что вот вот некоторые откровенно думают что там много девушек если мы поедем то можем пожениться на 2 3 да в основном это любопытство им интересна жизнь в кыргызстане вот поэтому они думают почему бы взять и не приехать почему бы нас не пригласить в город да вот такие воспоминания и разговоры случались вот у сулаймана каипова при исследовании помирских кыргызов и конечно же он подчеркивает что когда вот например если говорить о память да то какую какую менту какую территорию вспоминают памирские кыргызы да если обращаться к их песням вот хайрлманы лирические песни то это восстановка песни о памире как они скучают о памире например если брать песни кыргызов которые проживают на территории турции да то это вот например такие песни арманы они поют по вечерам еще исторической родине я поговорила еще с другими исследователями и которые также говорят о том что понятие историческая родина сильно сужает вообще историю и когда мы говорим об исторической родине то мы как бы в некотором роде сокращаем историю кыргызстана рамками современной территории кыргызстана да и поэтому вот 2015 году все благодаря усилиям наших исследователей вот из закона кыргызской республики о государственных гарантиях этническим кыргызом возвращающимся на историческую родину слова возвращающимися на историческую родину были заменены словами переселяющимися кыргызскую республику ну еще немного я хотела бы добавить о том что есть разные исследования и которые проводили преподаватели университета американского университета центральной азии они говорят например о дуализме родины до плюрализм родины то есть человек праве считать несколько стран своей родиной и этому они посвятили свое исследование кыргызов которые сегодня переселились из афганистана на территорию кыргызстана и они вот говорят также конечно же обострение ситуации между кыргызстаном и таджикистаном сильно отражается но кыргызах которые переселились из таджикистана некоторые из них делятся что несмотря на то что больше 10 лет проживают на территории кыргызстана или еще больше да некоторые вот переехали с первой волной как только вот гражданская война началась таджикистане несмотря на это в обществе они продолжают общество продолжает их называть таджиками да и после того как вот самые последние события когда обостряется ситуация между нашими странами им оказать задают вопросы например вот абдулла джабур лу вот в аль-манахи хутмантан пишет что друзья ему ну хоть и в шутку задают такие вопросы кому ты присоединишься в случае войны на случай не таджиком ли то есть вот такие вот моменты проявляются нашем обществе с которыми мы конечно же сегодня должны будем работать некоторые информанты которые захотели быть остаться инкогнито они говорят что ну то есть мы потомки монаса то есть те кыргызы которые вот сегодня проживают на современной территории кыргызстана называют себя потомками монаса да а те кто вот переселяются тех кыргызы которые переселяются они не являются потомками монаса и вот вынуждают этнических кыргызов идти на конфликт и в рамках своего исследования также поговорила вот с кыргызами которые проживают на территории таджикистана и как они относятся тому как как они вспоминают какие какая память у них о кыргызстане и о современной территории кыргызстана да и вот здесь вот можно вот какие вот говоря о кыргызстане этнических кыргызы своих разговоров больше всего используют слова атаджурт тарахы мекен чаннаджер кичи мекен тупку мекен монастынджери да и другие то есть сегодня вот своей речи они говоря о кыргызстане употребляют эти слова и конечно же это исследование но как бы очень такое промежуточная попытка подготовлено очень за короткое время и она открывает конечно же очень многие как это сказать болючие моменты да это открывает нам травмы тех людей которые переселяются к нам на территории кыргызстана и как на государственном уровне наверное нам необходимо разработать какие-то программы толерантного отношения раз мы предлагаем да программа переселения то и у нас должны быть программы адаптации программа адаптации этнических кыргызов и программы отношения кыргызов которые вот живут на территории современного кыргызстана по и и наверное это нужно Нужно нам всем вместе проговаривать. Вот в целом такое короткое мое исследование. Спасибо. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы у кого-то, можете задавать. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Марат Кашмуратов. Я представляю общественное фонд поколения. Хотелось бы задать следующий вопрос. Спасибо за ваше исследование, в первую очередь. Вы сказали про этнических кыргызов, то есть про каирманов, и привели пример в виде шуточно-провокационного момента. Насколько сильно сейчас каирманы испытывают стигматизацию, если у вас это было в рамках исследования, хуже или наоборот лучше становится в обществе? И если хуже, то в связи с чем это связано? Спасибо большое за вопрос. Это очень интересно. Да, как раз таки... Мы вас не слышим. Да, теперь лучше. Вы услышали вопрос дальше. Да, да, я услышала вопрос. Спасибо большое. Это очень интересный вопрос, потому что, когда я как раз таки готовила это исследование, обострился конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, и как раз таки и Эльмир Эджей мне подсказала, да, информантов, с которыми я потом поговорила, конечно же, политическая обстановка, она ухудшает отношение нашего общества к кыргызам, которые переселились, например, из Таджикистана. И вот информанты как раз таки делились тем, что кто-то говорит, что в шутку, да, задает ему вопросы, а кто-то на полном серьезе не воспринимает переселившихся в Кыргызов, несмотря на то, что они вот играют, занимают, например, какие-то весомые посты или очень такие вот видные, стали видными в Кыргызстане деятелями, несмотря на это, они сталкиваются с тем, что они до сих пор не свои в Кыргызстане. То есть у меня в исследовании как раз таки есть моменты, как наши СМИ, например, да, освещают вопросы переселения этнических кыргызов, как стать на родине своим, то есть вот такие вот заголовки, чужие, свои, используются терминологии. Это все тоже вот проходит у нас в Кыргызстане. Бахтуголь, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что нет программ каких-то вот адаптаций, да, переселенцев, насколько я знаю, вот переселенцы с Джиргитала, которые переехали на территорию Карабалты еще во время Гражданской войны, они до сих пор как-то не сказать, что ассимилированы, но не социализированы, да, они, у них своя как бы общность, и мне кажется, нужно работать не только с переселенцами, но и с местным населением, да, и ведут ли какие-то работы в этом направлении. Возможно, вы в рамках своего исследования как-то столкнулись с этим. Спасибо большое, Талгат. Это очень нужный вопрос, потому что действительно абсолютное большинство переселенцев живут как бы в своем микро таком обществе, сообщество, сформировали мини-сообщество и стараются меньше коммуницировать с внешними, да, с сообществом, потому что очень им тяжело. Вот Сулайман Каипов так и пишет, что это люди другой экосистемы, да, например, если говорить о помирских кыргызах, да, то есть они не проживали, например, какие-то, если брать афганских кыргызов, да, какие-то вот нормы, которые были характерны для советского Кыргызстана, да, то есть они приезжают в абсолютно другой мир, и, конечно же, они сталкиваются с культурным противостоянием, проблемами адаптации в социуме. И это действительно вот таких вот адаптационных программ нет, и в то же время нет программ и для остального населения, в том числе, потому что никаких культурных программ, никаких вот, например, в своем исследовании я не встретила, чтобы вот... И в то же время, если, например, я работаю сама в музее, да, если мы будем говорить о музейной системе, да, то в наших вот музейных экспозициях, к сожалению, этот вопрос также не поднимается. И вот как раз-таки музей в селе Сармавол один из первых, который действительно первый начинает говорить о том, что в нашей истории страны есть вот такие вот периоды, и есть новые какие-то вот, то есть белые пятна, которые нам необходимо сегодня исследовать. Спасибо вам большое. И есть ли еще вопросы? Если нет, то позвольте, Бахтагуль, вам выразить благодарность за вашу презентацию и выступление, и перейдем уже к другим докладчикам, да. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Без Талас Аймағына, Ошандойле, Бул Исик Көлдегу Темировка Айлына изилдойлерді жүргіздік. Башқа чайтыканда, Бул 1930-1934 жылға чейін ең чонг көтерліштер Булгон Кирхыстандын Аймағында. Бул көтерліштер бүгін күкінде ұшыл Тарыхтадағы өз басын албай келед. Аларын ичинде 1930-1930 жылдағы Таластағы Димитрефка көтерліші, 31 жылдағы бұл Адбашыдағы Черік Ақчуак көтерліші, ұшандойле, жаңы тауылған бұл чолок көтерліші Темировка дағы. Башқа чайтыканда, бұл әлдің оғызында жиналға малыматтар бойынша чолок көтерліші, әлемі архитектік бұлақтарда бұл көтерліші Темировка көтерліші дегі аталаткенде. Башқа чайтыканда, біз бұл өзекі малыматтарды, ұшыл Қытай әл республикасынан жинаға малыматтарды, біз тастықташ үчін архитектік малыматтар менен тастықтап, анданген Темировка да, ұшандойлы адбашыда, әсімде аянчасын негізінде, біз ұшыл ұзекі материалдарды, әлдің әз тұтымында қалған материалдарды джинап, бұл көтерліштөр болғындығын, жан ұшандойлы көтерліштөрдің джинтығында, Қытайға 1930 жылдан 34 жылға қачықандығын тастықтай алдықта. Тарық мектептерінде, Қазір мектепті, ұшыл ұқиялар қандай жағылдырылған. Албетте, әне, Қаршылық болсы берек, Құл сұрал көтерілген дарғандай, Құртшайтықында, біне енегелі отырттайын. Мен, Құртшайда жасап көрдімдер, өзім асыз Берлинді тұрам, бірақ, Құртшайда жасадым. Антағы қырттаны қазір мүл ұрттан құлттілмі шоқынағын тұрамын бір көре. Нұл, әне, қыртт sәуем treatипген қырдық, бір бірақ. Бұл қайрын тәрткен, құрттық қыртық пай бірін. Мы не можем получить политические характеристики, но мы не можем получить политические характеристики. который меня не узнает, потому что только я писал, но я вам так же говорил, что все материалы были в этом. Очень много людей, которые хотят в педагогизм, которые уже учатся в этом. Также, я делала научные студенты и учатся. Например, оку китептеринен мунаушолилы готерлыш тёрджонды толк чагалдырыл байд. Ошан дойле мектептин программасында дағы орто-билимбері жайларда дағы бұл чагдайлар чагалдырыл байд. Егер де 1916-н жылда готерлыш бойынша азын олақ малыматтар албетті берілет. Бірок мунаушол китептерінде бүгін күгінді тілеке қаршы чагалдырыл байгелед. Егер де, мұсал, Ақчуақ көтерлышу бойынша, 2013 жылдары студенттер үчін оқу ғыралдарында бір-екі сүйлөм берілсе, әлемі гиынке чыққан оқу ғыралдарынан мен бұл малыматтарды қайрадан тавал бай қалдыңда. Экі ғана сүйлөмменен берілет. Әлемі гиынке Талас дағы көтерлыш, ошан дойле Темирафқа дағы көтерлыш, әлемі түштік жақта дағы болғында көтерлыштар, базар ғорғында болғын кен, сузақта болғын кен, алайда болғын кен, алайда, мұсал, Менгіші ден ашқатышқан көтерлыш болғын кен. Бұл жерде менді азыр архивтік малыматтар тұраты, Шо Сталинге берген атчеттірді, шо Оғыпоның атчеттіңді айтылуатат, Бір айда, бір ел айда, марта айында 6.220 адам ғатышқан көтерлыш болғын кен, Кырғыстан наймағында. Бір ел айда, бір ел айда, бір ел айда, біздің тарих егітептерді қағылдырауы, әлбетті жоқ. Бір ел айда, 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 бір ел а Продолжение следует... 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 я не буду углубляться в эту сферу потому что это совсем не моё поле надеюсь я ответил на ваш вопрос спасибо большое у меня не вопрос больше предложения потому что я недавно не нужно было информацию по гэс как бы посмотреть и я смотрела страницу википедии там не было допустим информации о том что вот во время постройки были вынуждены люди переселение было чтобы что вы целые села как бы оставили свои дома и так далее может быть вы добавите из своего исследования тоже информацию для общего знания потому что я тоже готовилась к одной встрече читала про несколько гэс наши там состояние и так далее вот с исторической точки зрения там не было такой информации но для меня это было первый раз я слышала об этом поэтому спасибо большое спасибо большое да действительно очень мало информации общедоступны есть несколько статей там а затыка и спутника кажется да которые более там детально изучали до говорится еще о том что переселяли не только жителей этих населенных пунктов но и перезахоронение шло до около 10 тысяч человек они перезахоронили один момент я еще не смог найти подтверждение то есть не искал да говорят что русские которые отказывались чтобы их предков предков перезахоронивали они залили толстым слоем бетона могилу да не могилу а кладбище да где были захоронены предки да но это надо уточнить а так спасибо большое за предложение да я постараюсь это сделать действительно это очень на мой взгляд важная тема важная информация здравствуйте а бану видите кандидат университета амстердама не секрет что в советском союзе очень много было таких проектов когда переселяли людей в другие места то есть также как стуктугульская гэс недавно читала про нурекский гэс в таджикской сср и мне просто интересно как следователи проводят параллели между такими случаями и пишет ли вообще о таком о каких-то параллелях между республиками я по крайней мере не проводил есть большое исследование по коммуникациям как например строительство птагульская гэс повлияло на строительство дороги бешкеков да он удлинился и эксплуатация по моему задержалась на почти 10 лет построенный мост оказался под водой строили новый да и по нурекскому гэс то у меня нет информации единственная информация которой поделился эксперт то что водохранилище нурекского гэс оно не может обеспечивать работу на полной мощности всех гидроагрегатов потому что он по объему небольшой да это относительно тортогульского водохранилища это все что я знаю нурекском гэс на данный момент на самом деле вот это грандиотные стройки советского периода они как героизм советского народа да преподносилась и преподносится до сих пор однако мы не знаем информации что мы потеряли да потому что каждая земля она была занята чем-то и об этих потерях практически материалов нет и поэтому меня заинтересовал эту тема спасибо еще какие-то либо вопросы а когда месса сролыр жоқ полсу гейнке спикерге сөз береле бұл гүлзат ала гөз рейсмдей зілдой аянт часынын излдойчысы гэп уақыттан бере тұргыз тарахыным айтылбай келген барактарын ачып жатқан излдойчіл ортын бере а минатым күзат менің бүгін күй даклатымдың темасы херсон доғы қырғызстандық кулақтар деп аталат мұндай чайтықанда 1932 жылдары қырғызстандың аймағынан қулақ атарттылып украинанын херсон облысына депортацияланған адамдар жөнді болмоқ чо біз бұл теманы эсімде езілді аянт часынын қолдосымынен 3 жылдан бері езілдеп келевіз тура 1 жыл мұрун октябр айында ошыл эсімдемінің біргелікті експедиция жүргізіп украинанын адеса херсон жана киев облыс тарына барып алчақтағы архивтерден іштедік жана эстуттум ошылчақтағы қырғыздар жашаған айылдарды қытырып эстуттум жәйлерді езілді жүргізген біз кейінке слайты беріверсеніз бұл мүмк 1932 жылы жасалған сүріт бұл сүрітті Элла Майер деген сайқат жияял қылған сүрітті ортуды қалпақчан аталардың отырғанын көрсек бұлады жана тегерегінде астасырлер аларды біржаққа ұшыл тавардық поездермені жүнөтіп жатқанын көрсек бұлады бұл 1930 жылдардағы ұшыл ұкраинаға құлаққа тартылып жатқан адамдардың сүреті Қырғыстандың аймағынан ұкраинаға сүріңгі айдалғандар сұру жаралатта әміне үшін ұкраинаға айдалғанды әнкені 1930 жылы құлақтарды тап қатару жойу жөнді тоқтым қабыл алынғандан кейін ұшыл құлақтарды алысқы аймақтарға айдыу жөнінде чечім қабыл алынған біроқ ұкраина ұшыл ұлысқы аймақтарға кергенемес ұкраина бұл эссердің борбору песептелінген біроқ ұшыл 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 седағы Қырғыстандың ұшыл ұрғыстандым ғанамес Орта-Азияның көп маңблекеттерінен Украинаны түштеген, сургунгой айду, чечеме, кабылалынган дейінки слайд беруэрсенез болот. Кыргыстандан айдалған бұлақтар Украинанын, Херсон облысындағы 2 айылға жайғаштырылған. 1. Айыл, бұл ошолуақта Чалбасы деп аталған Азырқы Виноградова айылы, а 2. Айыл болса, ошолуақта Христовка деп аталған Клебодаровка айылы. Бұл айылдарға Кыргыстанды наймағынан 700-ден ашуын чарба тақтап айтқанда үй бүлі айдалған. Азырқы ұчырда, ошолу, бұл жақта 2 ескер ұташу қойылған, ошолу, 2 айылда. Айылдарда, аңдан сұртқары музейінде қырғыздар, ошолу, Чалбасы қырғыздары, ол басы Христовка қырғыздары деген өзінші музейлерді бұр түшчай қашып, ұшол қырғыздар жөнді малыматтар кездешет. Мұндан жеті жыл мұрын азаттықтың журналисті Амирбек ұсманов ұшол айылдарға берінші жолу барып, үзілді қылған, анын ал үзілді өліргі қарағанда бұл берінші ұшол Чалбасы айылының бүрзөсінді 300-ден ашуын қырғыздардың көрістендіру жайғашқан. Ал еме екенші айылда олса, ұшол мұсылман көрістендіру азырқыға чейін сақталып тұрады байтылады. Ал еме бұл ескер ұташтар, ұшол Амирбек ұсманов келгенден кейін Қырғызстандың Украинадағы әлчілегінің жардамыменен 2014 жылы қойылған ескер ұташтары ұшол Қырғыздардың көрістендірунің жанына қойылған. Ең кеслайты берер сәңіздер болады. Бұл жақта ұшол Херсон областық маңлекеттік архивінде сақталған данныйлар. Бұл данныйларға байлы ынсақ, 1931 жылдың августына қарағанда Қырғызстанды наймағынан 619 үйбілі құлақа тартылып, алжаққа сүргінгі айдалған. Бұл процес 1933 жылға чейін ұланған. Кейінке слайты берер сәңіздер болады. Жана сөз бобуду, Әмне үшін Украинаға, Украина алыс қаймаққа кербей, СССР-дің бор-бору болса дағы, әмне үшін сүргінгі Украинаға департаза аланған деп. Ушыл жақта мұндай жо тап тартық тұлдық, бездің езілден негізінде. 1928 жылдан тарты Украинада пақта өз түрі жаңы, тала, маданияты пайда олған. Ана nesse серден ұш Украинағын түштігіні болған иммена пақта өндүрі планы абдан чонғы қолған. 1928-дин 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 паффта ундары Украинанын тушь тугуны 8 эсэ оскон. Ошолу забəптен Украинанын тушь тугуны мурун паффта ундары убегонды. Был жақта иштегенге кишей жоқ болган. Ошол забəптен Орту Азиядан Бекер, Джумушчо, Топту, Тавушу, үшен Украинанын тушь тугуны сүргінгі қлақтарды айдашқан. Ушел жақта «Кулақ» дегенде дағы өзінчо бир талаш суролыр жаралат бұлар гемдер бідеп. Антекенде Кыргызстанды статистикасына жараша Кыргызстанды наймағында ушла 1930 жылдары қалтын бір бүтін 18-е ғана «Кулақ» деп аталған бюрок Кыргызстанды наймағынын 10% кулақ атартылып қандайдер бір репрессияға қабыл болған. Бұл дағы ұшыл бекер жұмышчу түзімен түзігі жардам ғатары құлақ деген жаламенін жөн ғана ортодей қандарды гейбер ұшырда гедей дей қандарды дағы тарқанға тура келген. Мамелекет қолдың ғын. Гейінке слайдты бірі өрсеніздер бұл ұшыл жақтан жаңақ статистика қайра қайрылсақ бұл ұшыл жақтан жаңақ статистика қайра қайрылсақ бұл ұшыл жақтан өзбекистанды найбағынан 3.328 үйбілі айдалып жатады. Бұл ферганадан айдалған үйбілілер бұлдағы жүн жерден болғын өмес. Әнкен өзбекистандың опыт таджирбасы пақта іштет үдәбден чоң болғындықтан ұшыл себептен өзбекистанды, ұшыл орта-Азиядан ұқырайын аға сүргінгі айдауы четімін мамелекет қауыл алған. Гейінке слайдты бірі өрсеніздер болады. Күрғызстан ұйымағынан айдалған құлақтар үйбіліл өрумінен барышқан. Алары 1923 жылдарға түргін өзбекистанды, өзбекистанды, ұқраина өзбекистанды, үкрейияның үзгінгі айырын үйгінгі аға үшілі үшілікті үшілі үшілі ғақтар үшілі. В 1934 году в Украине на аварии жахшира баштап, Крыгызлары, алчақта Крыгыз балдарына, Клылақтардың балдарына мектеп ашылған, алчақта 2 Крыгыз мектеп иштеп, алчақта Крыгыз балдар 40-е билим алушқан, ношон дойлі Крыгызстанды наймағынан 105 муғалим Клылақтардың балдарына билим беруі үшін жөн өтіліп алчақта билим алушқан. Генки суретті береорысыныздар болад. Бұл жақт Киевтеге ССБУ-ның архивінін алынған сүреттірдің, бұл 1933-34 жылы Украинада қырғыздар Абал жақшыру аштағандан кейін ұшыл жұмышчыларға, пақтада өндіруді, іштеп жатқан Орт-Азиядан айдалған құлақтарға, Маданият жағынандағы гөңіл бұрылып, театрлар келеп, күржоктар ашыла баштаған, ұшыл сүрет, ұшыл драм күржока ашылып, драм күржока қатышқан аялдардың сүреті білгіленген. Бұлдағы ұшыл 1933-34 жылы Украинаның чалбас айылынан тартылған сүреттір құрғыз тандықтар. 1937-38 жыл әсіздердің тарғында ұлу терор де паталады. Бұл массалық, әйін чон массалық репрессияла болған Сталиндік репрессиялық жылдар, ұшыл жылдары сүргінді жүргін құрғыздарға екенчі толқын болған. Гейінге слайдты бері өрсеніздер болып, құрғызстандың аймағынан айдалған ұшыл сүргінді жүргіндердің әркектерінің 12-ден ашуыну атуға кеткен 1938 жылы, 3 апрель гүні. Гейінге слайдты бері өрсеніздер. Ал жақта, Қадырбаев Абдулазың месалы үшін 1938 жылы, 3 апрельде атуға кетіп кетат, аның авинитеріне ұшыл архивтек документінде құлаққа тартылғанға чейін басмачылар менен байланышта болған деген жала-жауылған дегелі ұшыл 37-38 жылы Құкраинада сүрлігінді жүргіп атуға кеткендердің бардығына басмачылар менен байланышта болған деген жауыл босу жақында соғыш болған деген ұшақ жүргізгін деген жалалар жауылған. Гейінке сүрөтті бері өрсеніздер болған. Бұл Молдық Құлов Мамбет бұлдағы 1938 жылы Чалбас Айылының тұрғын олған ал жақта жаңы жол қалқозында емгектеніп жүріп 3 апрельді атуға кетет. Бұл адамға дағы ұшыл. Мұрын басмачылар менен байланышы олған. Жана Украинанын аймағында 1938 жылы жақында соғыш болған деген ұшақтарды таратуды деп гүн өлініп атуға кеткен. Гейінке сүрөтті бері өрсеніз. Мұрын басмачылар менің тұрғын олған 1930 жылдары үй біл өсімінен құлаққа тартылып ұшыл Украинанын Қарсон облысында жүріп 38 жылы атуға кеткен. Мұрын басмачылар менің басмачылар менің тұрғын олған кейінке сайтыда берсеніздер. Аның баласы, дакен ата бұл, Молтаев Ақматты ездеп, мен 1960 жылы, 38 жылы атылып кеткен атасын ездеп, 60 жылы қат жазуатат Варашыловқа, ұшыл қаттағы Херсон облыстық мәмлекеттік архивте сақталып қалынған, ал қатты айтылып жетет. Менің атам 37 жылы үйден алып кетішіптер, аның кейінке тағдырын, біз білбейбейіз, азырғы қатчайын апам, мен үздеп жүрі өз деп айтылып жететті, бізге шындықты айтып қоғыла, атамындың кейінке тағдыры емне олды деп, 1960 жылы жазған қат, біз келіп, Үкраинадан ұшыл, дакен ата меніңді жолығып, генен өзеке тарық жоғылталдық, кейінке сайтты берсеніздер, ұшыл жоып қатары, 1960 жылы, дакен атағы мамелекет мұндай деп жоу беру дады. Сіздің атаңыз 10 жылға лагерге жүн өтіліп, алжақтан өзінің өліміменен паралич сертса деген диагноз қойылған, ұшыл жақтан қаза олды деп. Мұндай жайтқанда, мамелекет 1960 жылыдағы өзінің жарандарын алдап, айтып жодаттап, ұшыл, өзінің жарандарына қалып байтып, 1944 жылы өз өміріменен ұшыл жақтада архивтек документті жазылып тұрат, сағапшит осына деп, мұндай жайтқанда, өзінің қылған массалық қылмышын мамелекет білген, бірақ ұшылы жашыру мақсатында өзінің жарандарына өзінің жарандарына өзінің жарандарына, өте қосып жөрсеніздер, бұл атан барып без жолқандағы сүрек, кейінке... Қырғыстандынаймағынан Қырғыздарған айдалған емес, Славиян-Улұтындағыдағы көп өкілдер, Қырғыстандынаймағынан 30-ші жылдары құлақат артылып, Құраиыныңа сүргін қайдалған, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...